Добрый день! Радио Болтком продолжает свою работу в студии Олег Пека. И сегодня мы поговорим на очень интересную, такую я бы даже сказал слегка конспирологическую тему. Дело в том, что в Риге планируется открыть музей, музей истории мирового масонства. Будет он расположен на улице Базницес. И вот сейчас мы поговорим о будущем проекте музея, зачем он нужен, какие экспонаты в нем будут выставляться, что можно будет увидеть в этом музее, собственно говоря, его основателем Константином Рубахиным. Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Может быть, давайте начнем не с истории масонства, к ней мы, я понимаю, что мы придем, обязательно рассказывая о музее, а о вашем интересе. С чего началось ваше увлечение этой тематикой? Ну, вообще, каждый из нас, наверное, достаточно с ранних лет слышал в том или ином контексте о масонстве, в контексте... Чаще всего это в контексте как раз заговора, да, то есть конспирологическом контексте. И так же произошло со мной, у меня, у бабушки, у матери отца, в деревне Алферовка, она была учительницей истории и литературы. Вот, еще как бы до революционных времен завалялись книги, связанные с вот именно антимасонской конспирологической теорией, с протоколами там сионских мудрецов и так далее. И она мне как-то это упоминала, поэтому это был такой интересный жупел, который вот я с детства знал. А потом, как во время путешествия по Америке, хорошо сказать, что это было мое свадебное путешествие с моей молодой женой, с Марией. В 16-17 году мы купили такой пот, такой чайник масонский, да, вот. Ну, не чайник, а как кувшин для воды. И, в общем, он, да, оказался у меня первым экспонатом. Я так понимаю, что этих экспонатов сейчас собралось очень большое количество. Откуда они приходили? Каким образом приходилось ли их покупать? Или это были какие-то дары? Потому что, ну, я понимаю, что вся коллекция, сколько примерно вот можно стоить такая коллекция? Ну, она, знаете, тут достаточно разные каналы. Никто, большинство, то есть, ну, вот я не помню, чтобы мне кто-то что-то дарил, в принципе, какие-то, может, небольшие какие-то пожертвования от разных там ложь, даже вот от русской недавно одной ложи, которая не смогла работать в условиях современной России, что-то передали. Вот, но это, видите, я вот помню, это вот одно, да, больше я такого не помню. Преимущественно, это аукционы. Вот буквально мы с вами пока говорили, там, 15 секунд назад я следил за своей ставкой, за два масонских ящика таких, в которых обычно как бы масон носит свои регалии, идя на так называемые масонские работы, да, английские два ящика, более-менее там известные и широко распространенные вещи были, и 19 века, и ящики сами 19 века. Ну, там было начало 19 века, три интересных документа, и моя ставка была 160 фунтов. Обычно это еще шиппинг, то есть ставка будет еще столько же и плюс на 30% налог, то есть там 300 евро за эти там 300-400 евро за эти два чемоданчика пришлось бы отдать, но я проиграл, я не стал ставить больше, там можно в онлайне было повысить ставку, но я не стал повышать, и вот два чемоданчика у нас не появилось. И слава богу, потому что мои проектировщики, это компания Pitch, большая интернациональная компания, которая занимается музеями, вот, они меня очень ругают, потому что на 300 квадратных метров, которые являются у нас экспозиционной площадью, разместить 2000 предметов, которые у меня есть уже в таблице, экспозиционные, очень тяжело, поэтому за каждую покупку у меня тут рука, мои коллеги. Что происходит сейчас вот с музеем? Вообще зачем нужен музей? Я понимаю, что это, может быть, желание коллекционера поделиться своей коллекцией с людьми, но может быть, что-то еще. Ну, вот я вообще слово коллекционер для себя, для меня это всегда что-то плохое, связанное с некоторым как бы неврозом, там, извините за психологизм, там, анальной фиксацией, да, и так далее, накоплением вот этим вот, которое очень является таким как бы негативным фактором, и, в общем-то, определяет невротика, часто фанатика, как была такая комедия книги, что на Ротвега модная в 80-х годах для чтения, и там было, значит, три вида библиофила, библиофилы, библио, кто-то еще, библиофаги, библиофаги, они просто скидывали, там, один пример, он скидывал там в специальный люк какие-то книги, который вообще никогда не открывался, и вот они там накапливались. Вот для меня образ коллекционера. Для меня это немножко не так, для меня это способ изучать историю. То есть это вот буквально, ну, как, знаете, как призма, как оптика. То есть вот перед тобой, скажем, диплом Киплинга, ну, диплом Ложи, не диплом Ложи даже, а уставный документ Ложи, вот уставной документ Ложи, Конституция Ложи, который организовал Киплинг, Родиард Киплинг, там называется она The Builders of the Silent Cities, то есть строители молчаливых городов, и была посвящена мемориалу Британии, Первой мировой войны, которые как раз строители молчаливого вот этих городов, да, они были вот эти, те, кто в этом мемориале есть. То есть красивые названия, концепты, вообще как бы интересная Ложи, и Киплинг, известный как масон, тоже был достаточный, у него были масонские аллюзии в поэзии, как и у Пушкина, тоже известный масон. Вот, и видите, вот мы этого часто не знаем, то есть на самом деле, а рядом там значок генерала Кокерилла, который был один из основателей, там современный интеллидженс британский, там Ми-5, Ми-6 и так далее, он был руководителем вот этой разведки в то время, и одновременно масоном. Вот, и вот эти люди вместе, как бы, ну, не в одной луже, ну, более-менее там в братстве, да, скажем, которое является английским масонством, а масонств у нас тоже несколько, про это мы можем еще поговорить. Вот, и точно так же там вот про российский, то есть если про англичан и американцев мы знаем, в Америке это вообще достаточно открытая история, там ты в детстве, я не знаю, скаут, и вот, например, девушки-скауты, это Rainbow Girls, это прямая дочерняя масонская организация, да, потом ты там какой-нибудь камевояжер или кто-то еще, а потом ты масон, то есть это, кстати, проблема масонства, вот там где-то легально, да, скажем так, традиционно, там они пенсионного возраста, то есть это как этап жизни такой, значит, уже таких старичков, но в молодых демократиях, наоборот, такие ребята молодые, и все тоже со своими наивными какими-то полаганиями про масонство, и тут тоже там своя специфика. Так вот, в истории России мы, например, когда мы говорим простому россиянину, что Кутузов был масон, Суворов был масон, да, например, то для россиян это как бы чаще всего шок, потому что это вообще в истории нет, да, и в России это часто... Почему, почему вот... Ну, видите, во-первых, да, это вытеснялось, то есть это считалось как бы что-то неприличное, но на самом деле как раз из-за... По большому счету это конспирология вся из-за лени, да, ну, понятно, наш мозг устроен так, что мы экономим энергию, и шаблонное мышление это способ экономить энергию. Мы просто разбираемся в какой-то одной сфере, а остальные сферы мы обобщаем, и это понятная биологическая функция. Вот, но в некоторых моментах все-таки следует немножечко этот шаблон расширить и понять, что то же самое масонство, абсолютно, в принципе, сейчас абсолютно открыты все документы, даже ритуалы можно почитать, хоть это, я считаю, с масонской точки зрения запрещено, но, тем не менее, общее понимание можно про это получить. И вот это вот ощущение, что это что-то неприличное, что-то позорное, стыдное, какое-то вот, знаете, клеймо или там вот это вот заговоры, наоборот, там владельцы мира. Очень много, кстати, африканских пользователей приходит там на наш аккаунт в Фейсбуке, где уже 85 тысяч подписчиков и просят, чтобы их приняли в масоны, потому что сейчас вообще модная разводка, брать деньги за это и так далее, якобы иллюминатам и масонам на самом деле это все фейк. То есть получается, да, получается, что к вам приходят, чтобы... Примите меня в масон, это самые распространенные комментарии или личное сообщение в нас. Но вы не масон и во всяком случае не принимаете. Ну, нет, на самом деле музей – это музей, как бы, но внутри музея будет зал, который называется с точки зрения масонства храм, вот, где будет, в принципе, видно вся основа ритуала, да, ну, то есть там вот колонны будут стоять, там клещатый пол, там стулья, ну, то есть вот пространство, в котором происходит ритуал. И мы, в принципе, склонны предоставлять ложам, которые захотят там поработать, это пространство для того, чтобы они поработали, потому что для там действующих масонов работать внутри такого обилия как бы масонской истории будет, я думаю, очень приятно. Так вот, возвращаясь все-таки про стыдные моменты как бы вот якобы, да, в масонстве, на самом деле, если человек просто возьмет, расширяет свой шаблон и почитает эти книжки, которые там писали в начале 19-го, в конце 18-го века, там русские масоны, там новиков, или публиковалось там его типографии тоже, да, и это абсолютно как бы такой вот религиозный мистицизм сродни, может быть, мистицизму там якобы Берми, Свиденборга, но он абсолютно христианский, да, и это все чистое, для России, например, было такое, чистое христианство. И потом эти запреты, начиная с Александра I, да, в 1825 году, произошло, и продолжая уже советскими запретами, конечно, вытравили всю память и все понимание масонства, заодно и очень мощного пласта истории, потому что масонство – это просвещение, и история просвещения в России, она абсолютно синхронна с масонством, потому что все эти люди были масоны, начиная там от основателей МГУ, да, и заканчивая всеми там архитекторами, разными политиками, там, начиная от Елагина и продолжая Куракином, там, князем и так далее. То есть эти люди, известные люди, там, продолжая там уже до революционного времени, там, яблочков, например, да, ученый, который выехал и основал уже ложу в Париже, который назывался «Космос», да, то есть и вот это российская история, история вот нашего региона тоже в Латвии, потому что он был связан с Россией, с Германией одновременно в разные периоды, она тоже очень интегрирована с масонством. Улица Меркеля, это улица масона Меркеля, потому что Меркель был известный деятель просвещения и масон. А вот если говорить про Латвию, действительно, вот сколько в Латвии известных, но есть ли какая-то статистика вот в истории Латвии известные масоны, были ли это латыши или по большей части немцы или русские? Да, конечно же, изначально с самого 18 века и на территории Балтийских государств были ложи немецкие, первая ложа была на территории нынешней Клайпеды немецкая, вот, и потом это расширялся здесь, и здесь на Шпюне 17 дом главного архитектора города, тоже масона, и очень много масонских адресов, кстати, есть книжка в Латвии про масонские символы в городе, но там, в принципе, многие символы, которые являются такими же идентичными масонским циркульс-угольником, являются просто знаками строителей, да, вот, и, но, вот, пять адресов, там, вот, в Риге, в старом городе, они именно связаны с действующими ложами, там, начиная с немецких, потом продолжая российскими, и тут много интернациональных историй, например, там, история, связанная с Калиостро, который проезжал здесь, и в Металу был там, ну, порядка полугода, да, чуть побольше, вот, и общался с Реки, хотел через нее выйти, с графиней Реки, выйти на Екатерину, вот, и, в принципе, у них было очень близкое такое общение, не любовная связь, а очень просто близкая дружественная связь, вот, и которую потом Калиостро разрушил своим импульсивным поведением, он такой достаточно был человек, ну, простоватый, я бы сказал, то есть он был такой мошенник, можно сказать, да, это история для масонства, например, вот история связи с Калиостром, она не считается славной, это просто интересная такая вот аллюзия к интернациональности масонства и к его такой многогранности, мистицизму, иногда наивному мистицизму, но и в то же время очень мощной социальной конструирующей функции. Я для наших слушателей как-то обращу внимание на то, что Константин обошел вниманием вопрос, блог является ли он сам масоном и имеет ли отношение к масонству, потому что, в принципе, насколько я знаю, масоны никогда не утверждают, ну, не принято говорить о принадлежности к этой организации, то есть, ну, количество, ну, и личности масонов, все-таки, они, я понимаю, становятся известными уже после смерти. Да, это так, есть просто единственное, как бы, общего протокола нету, то есть, он как раз есть очень четкий, что как бы про кого-то я не могу сказать, что он масон про живого, да, про человека, который умер, обычно это, кстати, часто является, ну, там становится видно на похоронах, там какие-то масонские маленькие части ритуала присутствуют, там либо перчатку кладут в гроб, либо что-то еще, возможно, да, это можно увидеть. Ну, после смерти обычно эта информация открывается, но, то есть, вот такой аутинг невозможен, то есть, я не могу сказать, вот там вы масон, там кто-то еще, но про себя каждый может волен сказать масон или нет, каждый волен сказать, это абсолютно его дело, и просто в контексте музея это, ну, как я уже сказал, информация сейчас открыта, архивы все фактически можно посмотреть, можно приехать в музей, в Лондоне, главные ложи, да, английские, приехать и работать там в библиотеке, где угодно, и часть людей, которые работают в самом архиве, они масоны, они ученые, вот, и это как бы подчас не связано, да, то есть, с сознанием, да, то есть, это отдельная история, ритуальная. что даст Риге вот создание такого музея, что это может быть? Очень, вот я говорю, то есть, я не делюсь коллекцией, то есть, я не делюсь, вот там вот, мне не хочется похвастаться фенечкой какой-то, да, то есть, мне хочется показать именно историческую призму, то есть, этот музей во многом, во-первых, показывает абсолютно неожиданные фамилии в этом контексте, да, оказывается, во-вторых, он показывает вообще общий контекст масонства и как бы контекст региона масонства, и как бы плюс он развеивает какие-то конспирологические теории, потому что специальный зал у меня прям антимасонский есть, то есть, там, начиная от булы Климента XII, папа в 1738 году антимасонской, да, и продолжая до различных агитаций, там, вот этих под протоколов сионских мудрецов, там, российских, и до немецкой агитации в гитлеровской Германии была очень активная антимасонская деятельность, их наведилось евреями, также пытались уничтожить, вот, и это все будет показано, и будет показано, что это, в общем, как бы работа, такая мифологическое сознание, на самом деле все достаточно прозрачно, красиво, и связано исключительно с просвещением из традиций поиска каких-то знаний, древних знаний, там, философских знаний, и масонство прежде всего направлено на тех, кто в нем состоит и формирует человека, формирует, то есть вот слово неотесанное, например, слово масонское, абсолютно, то есть оно из масонства пришло в русский язык, как бы неотесанный камень, то есть вот отесание камня, которое уже можно сложить в стену, вот это социального, социальной постройки, да, и успешно существовать в социуме, это вот работа направлена именно на человека, а не на социум. Ну вот у меня, например, сразу возникает, если браться литературу мировую, красивый образ господи Арамиса, вот 10 лет спустя, мы прекрасно помним вот сцена, когда Арамиса должны арестовать, и вдруг он поворачивает перстень, и человек, который, в общем-то, приходит его арестовать, ему кланяется, ну и благодаря этому Арамис уходит от наказания, скажем так, за участки в заговоре. Вот вопрос естественный, вот зачем становились масонами, нет ли какой-то круговой поруки, то есть, ну вот, когда люди, которые принадлежат к какой-то секретной организации, они могут оказывать помощь, продвигать своих же людей, и таким образом, ну, продвигать их на вершину власти. Ну, вы знаете, вот особенно в современном мире, достаточно прозрачном, даже есть какие-то судебные дела, связанные с масонством, я видел, например, в Румынии, да, где судья какие-то копии там присудил там кому-то, будучи сам масоном и так далее, и также, например, скандал, достаточно известный для конспирологов с ложей «Пропаганда-2», которая перестала быть масонской уже на тот момент, когда она стала заниматься какими-то махинациями, да, то есть, все это заканчивается достаточно печально, и все вот эти попытки, не знаю, манипулировать и строить какие-то социальные конструкты, обычно они, ну, вот мы говорим про Калиостро, кстати, Дюма как раз тоже про подвески королевы, это история, связанная с Калиостро, потому что он как раз Марии Антуанетти пытался продать жерелья, на самом деле королю продать, Мария Антуанетти даже была не в курсе, там ее подменили, и вместо нее какая-то девушка выступала, и Калиостро за это арестовали во Франции, потом выпустили, и умер он в тюрьме уже по обвинению именно прямому в масонстве и там в Чернокнижии в Италии, вот, по обвинению церкви. Так вот, значит, такие заговоры обычно даром как бы не проходят и становятся неприятными инцидентами, которые как бы позорят масонство, и масонство это достаточно хорошо с этим борется, отвергает, я говорю, что основная работа направлена на воспитание человека, на формирование именно этого кирпичика, который потом становится основой этого социального здания, да, поэтому прежде всего люди всегда во все времена в принципе кстати, масонство такая древняя штука, ему 300 лет всего, в 717 году она открылась, да, то есть она открылась, как бы инициировала как бы ложа великая английская там себя, да, и в баре, причем это произошло фактически, да, в гуси противень назывался, до этого в 17 веке оно было, было, оно было закрыто достаточно, но вот, но за всю историю люди шли только за одним, в разной степени как бы безумство иногда, да, то есть научите меня летать, да, вот я говорю, в молодых демократиях люди часто приходят, думают, что их сейчас сделают там президентом или научат там каким-то магическим штукам, на самом деле после первого там градуса очень часто уходят, что видят, что ничего не происходит такого волшебного, что просто работа, да, вот, и вот люди приходят за знаниями, то есть все, то есть знания, и вот кто приходит для каких-то вот фокусов, тот быстро уходит оттуда. Я напоминаю, что мы говорим с Константином Рубахиным, основателем музея истории мирового масонства, очень короткая пауза, после которой мы вернемся в студию и продолжим разговор. И мы продолжаем нашу программу. Константин Рубахин, основатель музея истории мирового масонства, музей, который может появиться у нас на улице, я понимаю, Базнице, на улице Базнице, там уже есть помещение, собственно говоря, идет работа, необходимо собрать вот средства. Мы остановились действительно на том моменте, вот что дает вступление в масонскую организацию. Я слышал, что сами масоны никогда не обращаются к человеку с просьбой, с предложением вступить в свои ряды, человек должен, как выражается, постучаться, то есть сам выразить желание, как это происходит и в принципе становится ли в каком возрасте молодые люди могут ли это сделать или пожилые люди, в общем, как это происходит? Ну, да, то есть там совершеннолетие для масонства наступает там уже после 20 лет и там с 25 желательно, ну, как бы, да, это история, связанная с зрелостью уже и как бы зрелыми решениями. Действительно, сейчас, тем более, это сделать первый шаг достаточно легко, потому что каждая ложа в любом городе, да, за исключением, наверное, где-то там Северной Кореи, да, как бы есть ложа и можно найти ее в интернете, то есть есть государственная ложа, то, что называется великой ложей, да, национальная ложа, и есть как бы ложи, которые под ее юрисдикцией находятся. Тут, опять же, вот мы начали говорить про масонство, что вот есть английское и так далее. Надо сказать, что есть, например, вот у нас паспорт, гражданский документ, паспорт известного масонского историка и масона Жан-Мари Рагона французского, который в 1850 году написал, что уже существует порядка тысяч масонских ритуалов, то есть когда оно открылось и потекло по миру, то возникло очень много разных течений, разветвлений и так далее, но многие из них как бы признавались великой ложей Англии, да, потому что она инициатор и открыватель масонства, масонство это чисто была английская история, потом во Франции и в Германии она стала появляться уже как такая рыцарская история, вот, но во Франции в конце концов дошло до того, что произошел раскол между французской ложей и английскими ложами, потому что французы стали принимать в масонство атеистов, считается, что в той или иной форме масон должен признавать творца, то есть это может быть и Аллах может быть или что угодно, да, или просто деист, который вот, дескать, некоторый бог какой-то там что-то создал, да, ну, то есть нашу вселенную какое-то есть сверхразумное существо, вот в это надо верить с точки зрения масонства, а тут стали принимать атеистов и вообще как бы очень много стали делать именно, опять же, на социум направленных вещей, и в конце концов английская ложа у французской ложи отозвала то, что называется регулярность, это произошло во второй половине 19 века, и французские ложи, мы можем даже говорить примерно про число, ну, наверное, порядка там 4 миллионов есть вот французских адептов, вот именно французских лож, то есть называется демократических лож или нерегулярных лож, ну, гран-тренде Франции, в общем, вот, и регулярных лож, их порядка там наверное 8 миллионов сейчас человек в мире, вот, поэтому вот есть вот такое грубое деление, а внутри регулярного масонств там есть Йоркский устав, есть вот это в Америке, в Англии это называется Королевская арка и так далее, куча-куча там орденских всяких степеней, куча Алай-Дегристов, что называется, то есть очень-очень много потом возможностей выбрать разные ритуалы и посмотреть там что-то такое вот обычно связанное с библейскими историями, а значит посмотреть на эти вот обряды, так скажем, да, ритуалы, но базово это обычно три степени, вот эти три степени в английском масонстве, во французском они одинаковые, ученик под мастерие мастер, да? А выше мастера уже не бывает, да? Ну выше мастера это уже другие, есть вот там 33-градусное масонство, это то, что называется Скотти Шрайт, это великий шотландский устав, то есть шотландский устав, да, который есть потом немецкий, рыцарский, то есть так далее, то есть там вот этой масонской как бы лестницы, да, и в Америке, например, можно быть и в шотландском уставе, и в Йорке, а вот, например, в большинстве там европейских стран надо выбрать, ты будешь в Йоркском, как бы в Королевской арке или в шотландском уставе и так далее. То есть это уже, мы покажем, это мы, кстати, вот эту большую схему, где огромное количество степеней, орденов, градусов, да, мы это покажем просто, наверное, в какой-то большой общей схеме вот на стене, мы эту схему рисуем сейчас, она сложная, и мы склоняемся, что в одну схему это не получится уместить, это будут несколько разных таких вот схем. Можно ли сказать, что все-таки этот музей будет и способом знакомства с масонством для людей, которые интересуются этим и таким образом, ну, как бы, ну, пропагандировать идеи масонства и, может быть, привлекать людей к масонству. Да, привлекать людей. Ну, то есть, во всем случае, облегчит им возможность достать, добыть информацию. Ну, вы знаете, в принципе, это вот как бы должно преодолеть вот это напряжение людей по отношению к этому. То есть, это достаточно такое спокойное знание. И человек, который часто, вот там, он либо ненавидит масонство, либо, наоборот, там стремится туда войти, он находится как бы в таком состоянии какой-то некоторой ажитации. На самом деле, когда он спокойно посмотрит на это, он может понять, что ему это не надо, ну, как бы он и так все это посмотрел, увидел, и там не надо никуда идти, и там какие-то там вступать ритуалы, да, потому что вот он и так все посмотрел, все ему, в общем, понятно, да, более-менее, и это не его, допустим. И таким образом, наоборот, сейчас людей, может быть, наоборот скажут, мне это и не нужно. Может быть, другие привлекутся, и им будет интересно. Поэтому мы не являемся тут какой-то рекламой, мы просто показываем, как это вот находится в среде, там, даже города, там, не знаю, страны и мира, и особенно в контексте истории. То есть, как история развивается, потому что масонство действительно очень важный инструмент в истории, связанный с проспещением, с возникновением, там, образовательных учреждений, там, и так далее. То есть, это очень история важная, связанная с миром современным, который во многом построен на масонских идеалах и с помощью масонов. Кстати, вы не упомянули, мне кажется, тоже большая такая сфера масонства благотворительности. Да, да, это институты, мы как раз очень много там знаков всяких может увидеть посетитель, которые связаны с институтами, ну, образовательными учреждениями для мальчиков и девочек. Я уже упомянул, там, Rainbow Girls, например, это вот как прото-скаловская организация масонства для девочек. Вот, и также госпитали, и также помощи там пенсионерам и так далее, Charity, да, это одна из основных деятелей масонных деятельностей, на свете деятельности масонства. Но, я думаю, что вот масонство могут упрекнуть вне политкорректности, потому что, вот вы говорили о том, что в Америке одна из масонских ложь принимает девочек, хотя, по-моему, традиционно женщин не допускали. То есть, вот насколько, вот как эти теории политкорректности влияют на, может быть, современные масонские организации, люди с другим цветом кожи, с другими идеями, инвалиды, представители нетрадиционных ориентаций. Ну, то есть, вот вся вот эта палитра, имеют ли они возможность тоже вступить в ложь, нет ли каких-то отсеивающих там какой-то сегрегации? Ну, вообще, толеранс, это одно из, там, не знаю, в первой пятерке масонских слов, если, ну, семерки, может быть, да, то есть, толерантность, это, в принципе, тоже, как бы, абсолютно часть модели просвещения, и, которая является абсолютно синхронной с масонством, и во многом является его производной, да, поэтому масонство всегда было связано с толерантностью, с терпимостью, и там, в Америке той же, если говорить о том, что проблема, там, с черным населением, там, существовала до 30-х годов, скажем, даже практически до 40-х, 50-х, да, то в масонских ложах в 19-м веке уже были, и, как бы, черные масонские ложи, и смешанные тоже, да, вот, у нас есть, например, один из фартуков, там, одного из первых черных, там, мастеров ложи, да, чернокожих, вот, просто сам фартуки этого мастера, да, из Америки, и про женщин, да, есть история, связанная с тем, что это мужская, как бы, масон это каменщик, да, по-английски, что это мужская профессия, и она традиционно была мужской, вот, ну, из женщин туда, вот, именно в регулярном масонстве, именно в самом масонстве, в АФАМ, то, что называлось, да, вот эти вот мастер, ученик-подмастер-мастер вот в систему, их не допускали практически там 19 века, и сейчас даже едва там начинают появляться какие-то женские ложи под эгидой вот английской ложи, да, но во Франции как раз в 19 веке уже появились женские ложи, даже уже в конце 18-го, и тут, например, даже в около регулярном масонстве, я бы сказал, то есть вот связанные там с французскими ритуалами до того, как их отлучили от регулярности, да, в конце 18-го века, были как раз женские смешанные ложи, называется адаптационный ритуал, у меня как раз есть манускрипт адаптационной ложи 18-го века, который мы покажем, и это связанное скорее даже с Калиостро здесь вот деятельностью, потому что он работал здесь как раз в смешанном ритуале в металл, ну, как раз, чтобы привлечь реки и так далее, женщины были нужны вложи. Вот, поэтому женщины, да, сейчас появляются и были, но, конечно, в меньшей степени. Вот вы несколько раз говорили о том, что, в принципе, масонство это распространение знаний, вот, когда вот я спрашивал, зачем люди становятся масонными, говорят, что получение знания, а вот какого рода знания, ну, я понимаю, что, очевидно, не, хотя бы в самых каких-то общих чертах, это знания, какие-то, ну, вот, как вы говорили, там, какие-то тайные знания, которые раскрывают новые возможности человека, и если вы говорите о том, что цель масонов просвещения, почему бы не выйти и не огласить эти знания для всех людей, почему нужно становиться масонами, членами организации для того, чтобы их получить? Ну, здесь есть некоторые, во-первых, закон восприятия информации, да, то есть, для того, чтобы именно сама традиция, масонская традиция, она восходит к жреческим традициям, к традициям посвящения, передачи знаний и так далее, точно так же, как в любом, в принципе, духовном росте, да, то есть, необходима некоторая поэтапность, личный подход, и личная передача, да, потому что иначе будет непонятно, поэтому просто вывалить все, я говорю, а это не проблема, эти большинство информации, как бы, больше объема информации, я думаю, даже практически вся информация фарма-соцентра, она открыта, иди ищи, никто же не идет, не ищет, то есть, открыто, пожалуйста, то есть, это не работает, как мы видим, то есть, работает некоторое вовлеченное познание. Как у Райкина, да, вот обязательно должен быть дефицит, то есть, вот, да, именно, именно, да, как сейчас говорят про, там, про приливку в России, что не надо было всем предлагать, а надо было как бы по блату, и тогда все побежали бы ее принимать. Ну, вот что касается, вот, знания, именно самого, о чем вы спросили, да, это важно сказать, потому что традиционно масонство основано на некотором поиске, вообще оно начинается, я бы сказал, с ренессанса, то есть, вообще вся эта история начинается, мы будем говорить про историю масонства, у нас будут как бы лектории, да, и предметно, это очень интересно, потому что мы будем говорить вот на предметах, вот мы будем говорить про фичина, который ввел в исторический дискурс Гермеса Тресмегиста, переведя Герметический кодекс по заданию Медичи в XV веке, мы покажем книжку Фичина, например. Или мы будем говорить, что масонство во многом основывается на алхимии, мы покажем первые алхимические книги XVII и XVI веков. То есть у нас это есть, и мы покажем, как из вот этого среды гуманистов, то есть вот этого полярной, если разделить, были софисты, гуманисты, то есть софисты, которые связаны с Аристотелем и с католической церковью, и вот с моделью от общего к частному. То есть если красивый концепт, то то, что там увидел Галилей в телескопе, это его личная галлюцинация и не связана вообще с картиной мира. А именно дидактика, то есть это, да, именно от частного к общему, да, то, что... Это дедукции, да. Дедукции называется, да, и было... Началось как раз с первых масонов, с первых людей, которые... Из которых потом получилась первая Академия наук, это Королевское научное общество в Англии 17 века, и большинство из них были масоны при этом. Вот. И она как раз вот родила и науку. И это как раз вышло из гуманизма, то есть именно из вот этой вот ренессансной модели мира, когда мы ищем новые знания, мы открываемся, мы изучаем, может быть, основанность на неоплатонизме и так далее. Мы это вот покажем, вот саму эволюцию масонства, когда оно еще не было масонством, но было таким вот способом получения новых знаний, скажем, вытесненных во многом, может быть, церкви в свое время и так далее. Эти знания, вот, которыми обладают масоны, они пополняются? Влияет ли развитие науки, развитие человечества вот на содержимое этих знаний? Но тут действительно есть грань между традицией и обновлением, да, и во многом прелесть масонства в том, что мы видим гравюры ритуала там XVIII века, да, и потом, например, масон видит ритуал этот воочию, и он как бы идентичен, да. Вот, конечно же, как я сказал, там уже в XIX веке эти ритуалы стали множиться и там меняться, их очень много, но если вот в определенной ветке вот этот ритуал, он был, он такой и остался, да, и он передает вот это знание. На то это и передача как бы древнего знания, да, в масонской модели, как бы она и такая и есть, то, что оно не меняется, оно показывает вот как было, отсюда мы воспринимаем уже современность и современное знание как-то, может быть, под другим углом и более широко это чувствуем и понимаем. Я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с Константином Рубахиным, основателем музея истории мирового масонства, и вот говоря про музей, как планируется работа дальнейшая, когда он сможет открыться, от чего это зависит и вот какие ближайшие планы? Да, действительно, мы хотели его открыть уже этим летом, вот сейчас, но то, что, во-первых, нет туризма, а во-вторых, компания краудфандинга идет не очень активно, и поэтому мы просто там, я там, трачу свои деньги на стройку, и мы не очень быстро это строим, вот этот процесс немножко тормозит ситуацию, но я надеюсь, что мы осенью уже откроем музей, что мы сейчас, во-первых, проведем новый этап фаундрайзинга, и мы уже начали стройку там на свои деньги, и, в общем-то, наши обязательства перед самими собой, в общем-то, все равно приведут нас к тому, что мы музей откроем к осени, ну, осенью, вот, и сейчас, да, идет стройка, проект уже готов, очень хороший проект, очень современный, как бы с интерактивными панелями, там, с таким схемами, с вовлечением хорошим зрителя, то есть это очень хороший современный музей, а не какая-то такая пыльная шкатулка с полками. И коллекция сама действительно одна из самых крупных, наверное, в Европе, и самое главное, что это вообще первый музей масонства на постсоветском пространстве, да, именно вот на Восточной Европе, скажем. Как помочь вам, если вот люди заинтересуются, каким образом найти эти контакты и куда пить? Ищется, я говорю, вот как сейчас про масонство мы говорили, что в каждом, как бы, городе можно найти ложи в интернете достаточно легко, наш музей ищется вообще очень легко, там, музей Латвии, масонство, все, и в Фейсбуке у нас уже более, там, около 100 тысяч подписчиков, 85 тысяч подписчиков, по-моему, сейчас. Вот, в Фейсбуке как раз больше всего активность идет по представлению экспонатов, рассказыванию историй про масонство и новостям, как бы, про музей, про его постройку. И также есть сайт. И везде есть ссылка на краудфандинг, то есть всегда можно пожертвовать деньги на стройку музея. Мы очень благодарны, мы показываем очень прозрачно, куда это идет, сколько мы там получили. Но сейчас, конечно, вот если посмотреть на сайт, то публично собрано нами порядка, там, 6, по-моему, тысяч евро из 100, да, которые стоят музей. И приходится пока, как бы, грубо говоря, строить за свои. Так что это, да, такой не бизнес. Нет, вот сейчас вот, да, написано 5 тысяч, 4 920 у нас поступило от именно людей с краудфандингом. Сейчас будет новый этап краудфандинга, возможно, мы соберем побольше денег, но пока приходится строить на свои. Нет ли каких-то больших, я не знаю, меценатов, которые бы заинтересовались этим проектом? Вот, к сожалению, да, мы как бы общаемся с людьми, которые поддерживают какие-то там музеи, какие-то исторические инициативы. И мы надеемся на их помощь, но фактически помощь пока мы не получили. И мы на нее рассчитываем и все-таки надеемся получить. Сначала, наверное, это частные какие-то деньги от меценатов, а потом, когда музей уже откроется, пойдут фондовые поддержки, потому что они осуществляются для открытых музеев уже, для работы вообще. А каким вы видите посетителя вашего музея? Это турист, приехавший в Латвию, это местный житель, молодежь, люди постарше? Больше, чем уверен, что местные сходят все, просто по разным причинам. Во-первых, потому что это действительно важная часть истории Латвии, во-вторых, потому что это важная часть истории Восточной Европы, в-третьих, потому что это важная история Европы, в-четверых, потому что это важная история мира. Поэтому отсюда просто открывается окно в мир. Поэтому сходят все, и многие не по одному разу, потому что мы планируем мероприятия, лекции и так далее. То есть история про возникновение масонства, она рассчитана порядка на 10 лекций, это мой текст, он достаточно большой, и это будет вовлеченная такая вот работа. А туристы, конечно же, уже там стоит мой телефон на сайте, и мне звонят постоянно, кто приезжает в Латвию, пока туристический трафик маленький, но все равно, кто приезжает, спрашивают, а вообще лучше не открыто до сих пор. Ну что же, к сожалению, наше время подошло к концу беседы. Я напомню, что мы беседовали с Константином Рубахиным, основателем музея фермерового масонства. Есть большая надежда на то, что музей откроется уже осенью, так что желаем успехов в вашей работе, желаем, чтобы туристы протоптали дорожку, и чтобы действительно это было такое посещаемое место МАССИ в нашем городе. Удачи, всего доброго. Спасибо большое. Присоединяйтесь к нам в соцсетях, ищите Масонский музей Латвии, везде можно найти в интернете, и нас очень легко. Спасибо огромное. До свидания. Удачи. Присоединяйтесь к нам в соцсетях,